Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Другого может пугать большой объем текста У третьего снижены темповые характеристики деятельности И он, например, медленно читает Педагогу важно предусмотреть это и продумать, как должно выглядеть задание, как должен выглядеть текст Адаптировать внешний вид этого текста таким образом, чтобы ребенку было комфортнее с ним работать и воспринимать его Так, например, можно разместить текст одного задания на отдельном листе Ребенок не будет отвлекаться на другой материал, на другие картинки, на другие предложения Кроме того, это поможет избежать негативной реакции, когда ребенок увидит на одном листе большое количество заданий И будет понимать, что все эти задания ему необходимо выполнить Еще подготовка подобных бланков позволяет педагогу поменять шрифт Сделать его, например, более крупным При необходимости увеличить интервалы между словами Что, собственно, помогает очень часто детям воспринимать эти слова по отдельности Либо интервалы между строчками Для того, чтобы ребенку было удобнее следить по тексту Делать какие-то пометки, подчеркивания и так далее Также с помощью цветной маркировки можно выделять важные понятия или слова На которые ребенку нужно обратить внимание при чтении текста, правила, инструкции Это не всегда можно сделать в учебнике Именно поэтому подготовка текста на отдельном листе в виде рабочего бланка В данной ситуации будет хорошим решением Некоторым детям поможет сокращение объема текста, предлагаемого для прочтения на данном уроке С сохранением уровня сложности самого задания Ну, либо с упрощением в зависимости от возможности ребенка Как я уже говорила, сегодня мы хотим подробнее рассказать о том Как сделать более доступным для понимания текста литературных произведений И поделиться с вами нашим опытом по адаптации текстов и подготовке практических материалов к ним Я с удовольствием передаю слово своей коллеге Людмиле Андреевне Здравствуйте, уважаемые слушатели Я продолжу и более подробно постараюсь представить вам наш практический опыт Работы нескольких лет на классах, где обучались ребята по разным программам То есть это были дети, которые учились по программе 8.2 и 8.3 И как учителя, да, и также со стороны родителей Я могу смело сказать, да, что мы встречаем, когда наш ребенок приходит в школу И мы выдаем ученикам, конечно же, учебники Причем учебных пособий к ним практически мало Или они практически не подходят для использования Открывая данные учебники, мы, конечно же, видим в них в основном только тексты и вопросы Нашим ребятам этого недостаточно для того, чтобы понять то, что мы хотим с ними прочитать Поэтому для того, чтобы понимание было у ребят лучше развито, да, чтобы им было легче работать с нами на уроках Чтобы было легче эмоционально также заниматься с нами на уроках и не бояться этих трудностей Естественно, к данным урокам надо подходить более обдуманно и адаптировать и ход урока, и текст, да, и задания Которые потом помогут детям лучше понимать то, что им было предложено прочитать, изучить И бывают и литературные произведения очень даже интересные Поэтому, встречаясь с данными трудностями, о которых говорила Ольга Викторовна И думая, как помочь детям, мы в итоге сформировали для себя некий алгоритм Когда небольшими, такими маленькими шажочками мы все-таки в конце концов старались достичь поставленных перед нами целей А именно, и даже не только понять то, что мы прочитали, да, а если ребята уже более старшего возраста То и пересказать то, что прочитали А без понимания мы понимаем, что это невозможно Поэтому перед вами на слайде представлен вот этот, представлен, да, вот этот некий алгоритм, который у нас получился Звездочками я выделила для вас те этапы, которые не всегда могут присутствовать при подготовке к уроку, да При адаптации литературного произведения и адаптации всего хода учебного, всего хода урока Мы начнем потихонечку, постараемся кратко пробежаться по многим из этих этапов Мы сегодня не будем касаться пересказа, а больше остановимся на понимании прочитанного и читаемого текста Первый этап это выбор произведения, он касается не самого урока Это делает сам учитель до того, как преподнести, преподать этот урок ребятам И к этому надо подходить также серьезно, потому что не каждое произведение, которое представлено в учебнике Может подходить для понимания нашими детьми Хотя тут также надо учитывать, по какой программе обучается весь класс, да, или ребенок один И также обдуманно к этому подходить, потому что не всегда по программе 8.2 есть возможность Пролистать вот так вот много-много рассказов, да, и выбрать только 2-3, которые нам показались подходящими На самом деле эта программа требует того, чтобы дети, конечно же, понимали то, что должно быть доступно их возрасту Потому что это цензовая программа Ребятам, которые обучают в программе 8.3, немножечко повезло больше Там можно сделать отступление и подобрать рассказ, который будет им более интересен Который будет им более легок для восприятия и тем самым более продуктивным окажется Поэтому мы старались сделать упор на том, чтобы этот сюжет, который мы предлагаем детям, был интересный, был знакомый Чтобы в сюжете были известные герои Желательно, чтобы это были сами дети Чтобы ситуации были знакомы для них Очень важно, когда к данному литературному произведению у вас есть возможность Как у родителей или как у специалиста подобрать достаточное количество визуальных опор Это и картинки, и диафильмы, и мультфильмы, и какой-то другой видеоматериал Здесь я вам показала для примера произведение, которое было предложено ребятам в программе 8.3 Это был четвертый класс И там был рассказ Николая Сладкова «Всему свое время» Вот пока он перед вами, вы можете приближаться по нему глазами У меня, к сожалению, тут вместились подчеркивания Они наехали на текст Но тем не менее, все, что я выделяла, вы можете понять Здесь трудные моменты У Николая Сладкова очень много интересных рассказов И, мне кажется, более доступных для ребят, обучающихся по этой программе Я очень люблю этого автора Но этот рассказ мы с ребятами пропустили И даже не было никакого сомнения, стоит его брать или нет Однозначно, что нет Потому что здесь очень непростые обороты, предложения И много слов непонятно для детей Потому что, видите, там есть фраза «Что-то зима провалилась» Или «Наш народ лесной закручинился» Или «Как объяснить ребятам вопрос?» «Какое ты меня поставила положение?» Или вот там есть тоже вопрос «Где они, если ты через весну перепрыгнула?» Ну, то есть нашим ребятам с их мышлением Это не понять И нам, как учителям, это будет очень сложно объяснить На это может уйти очень много времени потраченного Может быть, даже где-то и зря Поэтому, если вы вместо этого рассказа Предложите ребятам небольшой рассказ Носова Николая Носова, предположим Это будет более продуктивно и нужнее, наверное, нашим ребятам К этому рассказу, кстати, можно будет вернуться Когда они будут готовы сами, взрослев Дальше мы смотрим на то Какое перед нами произведение Надо ли его адаптировать или нет? Бывают случаи, когда произведение Достаточно доступное И чтобы все-таки обучающий момент происходил Но есть возможность адаптировать его параллельно Читая учебники Тогда не надо никаких рабочих листов Можно читать из учебника Чаще всего все-таки в произведениях встречается Много устаревших слов Много слов, которые просто редко используются Какие-то новые слова, которые еще не вошли в обиход И вряд ли они детям нашим пригодятся Ну то есть здесь надо очень серьезно все просмотреть Пролистать и сделать выводы определенные Бывают очень много второстепенных предложений Которые не несут смысловой нагрузки И навряд ли они помогут ребенку потом сконцентрироваться И сделать какой-то общий вывод Да, и, например, пересказать Они будут просто мешать Можно их удалить Если они сложные, но удалять их вам неохота Надо попробовать заменить чем-нибудь таким синонимичным Чтобы было полезно и не испортилось Смысловое содержание этого произведения Я знаю, что многие родители, у которых есть ребята особенные И специалисты, подходят к данному адаптированному произведению В виде создания теофильмов и комиксов Это очень хороший вариант Он очень подходящий для наших ребят Но нельзя забывать, что наши ребята дальше пойдут учиться В среднее звено, в старшее звено И все-таки такую адаптацию применять Скорее всего на первых годах обучения детей И потихонечку переходить все-таки к чтению тех текстов Которые мы видим классические в учебниках, в книгах и так далее Если текст очень большой, длинный и занимает в работе несколько дней То его можно делить на некоторые отрывки Желательно, чтобы они были смысловые Подбирать иллюстрации и предлагать детям постепенно Потом необходимо, перед тем, как читать этот текст Желательно для улучшения дальнейшего понимания Осознанно подойти к восприятию этого текста Помочь ребятам подготовиться Что это может быть? Это может быть задание, например, домашнее Прослушать дома аудиофайл Который читает какой-нибудь талантливый актер С эмоциями, выразительно Это может быть видеоматериал, мультфильм По какой-нибудь сказке, если вы ее проходите Это может быть фильм Ну, диафильмы Можно просто найти красивые иллюстрации Может быть, дома есть какая-то своя книга С иллюстрациями известных художников Изучить их, поговорить о них И подготовиться к тем самым К содержанию того, что ребенок будет скоро читать И, конечно же, надо сразу для себя Выделить специалисту те слова Которые придется ребятам объяснить Вот И подготовить Мы с ребятами Вот здесь слайд Это мы когда брали рассказ Носова на горке Я перед тем, как предложить ребятам его читать Я нашла хороший аудиофайл И чтобы было еще более понятно Я под этот аудиофайл сделала презентацию Чтобы можно было слушать и параллельно смотреть иллюстрации Ну, то есть некий диафильм С таким вот сопровождением актерского чтения такого Вот, и получилось очень интересно Дети уже заранее познакомились с картинками Которые они потом же встретят при чтении При пересказе И уже более легче, более спокойно подходили к данному произведению Перед тем, как прочитать Можно, опять же, иллюстрации известных художников Или иллюстрации учебники Можно их открыть Можно посмотреть эти картинки Поговорить о том Какое время года на этой иллюстрации Какие герои И пусть даже мальчики придумают Или ученики придумают какие-то свои имена Не страшно Мы должны принять любые ответы от них Потом, когда мы начнем уже читать Мы проанализируем их ответы То, что в книге прочитано И сравним наше мнение Главное, чтобы они, конечно, научить их выделять основное То, что потом коснется содержательного смысла данных произведений Вот, и поговорить там Почему ты решил, что это осень Куда летят журавли и так далее Или какой мальчик на картинке А почему, как ты думаешь, а кто этот мужчина И в дальнейшем просто будет легче читать данное произведение Как вариант Это уже такой слайд Больше для специалистов Вот я говорила о том Что мы заранее смотрим Какие слова могут вызвать трудности у детей Можно эти слова как-то выделить Чтобы и по ходу чтения с детьми Вы про них не забыли И дети уже учатся определять Что вот это выделенное слово Мы будем разбирать и будем изучать И мне помогут его потом понять Взрослые учителя и так далее То есть можно выделять жирным шрифтом Ну, классический пример Это когда мы сложное, да Новое слово выносим отдельно И пишем рядом для него определение И перед тем, как читать Знакомим детей с данными словами и понятиями Конечно, лучше расшифровывать данные понятия Ближе к тексту Чтобы это не было, как из Экипедии Да, там вот такое определение Нет, наше определение должно быть связано Именно с содержанием данного произведения Ну, хорошо, конечно, когда вы сопровождаете Данные понятия иллюстрации Можно выделить новые слова в отдельную табличку Если они сложны по технике чтения для детей Да, разбить их на слоги Прочитать по слогам, потренироваться Дома можно, например, выделить Гласные и согласные звуки Поставить ударение Тем самым вспомнив то, что проходили на уроке русского языка Будет отличная продуктивная домашняя работа Вот, дальше В тексте, например, встречалось слово фанерка И здесь я посчитала нужным поставить И иллюстрацию из учебника, где мальчик с этим предметом И также фотографию, чтобы было понятно Конечно, если вы принесете настоящую фанерку Это будет еще лучше Но по возможностям у кого как складывается В принципе, фотографий бывает тоже достаточно Ну, а рядышком с правой стороны Это уже задание, которое мы выполняли После прочтения, да Мы уже осмотрели на эту картинку Подбирали к ней понятия И делали слова Там соединяли картинку с карточкой Можно, когда уже понятия более-менее изучены Можно предложить поиграть И можно соединить термин с определением И предложить такое задание Опять же, подбирая картинки к ребятам Очень хорошее задание перед прочтением Например, непростой сказки Каша с топора Потому что там были такие слова Как солдат Не все дети знают это слово Лавка Да, топор Может, многие не видели Котелог и крупа Вот к этим самым словам Мы подбирали иллюстрации Все это отдельно вынесли для ребят Можно их раскрасить Можно подписать Отдельно о них поговорив Также зачем и почему И топор там лежал под лавкой Нарисовать стрелочку и так далее А после рассказа Ну, вот это как работа с иллюстрациями Можно нарисовать котелог И попросить подписать детям Что солдат положил в данный котелог И с чего же в итоге получилась наша каша Его каша Вот То есть это некая уже работа Как раз над пониманием Это тоже помогает детям понять То, что они прочитали Также нам встречалось в практике Сказка вершки и корешки И здесь никак не обойтись без иллюстрации Я на самом деле очень долго искала Иллюстрации к этой сказке Все было что-то не то, не подходящее И вот все-таки были найдены Такие черно-белые картинки Более-менее понятные И можно было с детьми заранее Посмотреть на них Выделить, подчеркнуть Разделить эту картинку На вершки и корешки На верхнюю и нижнюю часть Поговорить о том, что можно есть Что нельзя есть Потом, прочитав сказку Вернуться к этой картинке И еще раз вспомнить Что медведь там ел Что было вкусно Что невкусно И так далее Таким образом Подготовившись К восприятию детьми текста Выделив те непростые слова Мы переходим уже к чтению Самого произведения Это можно, опять же, как я говорила Читать в учебнике Можно с листа Все зависит от того Что перед детьми И какого дети возраста Когда текст прочитан А мы говорили о том Что текст можно адаптировать Для чтения Да, Ольга Викторовна говорила Про всякие пробелы Про отступы Про курсивы В дальнейшем Пониманию текста Способствуют Некие задания Как ни крути Но сам текст Больше Вот если никак Его больше не адаптируешь Вот визуально Для детей Дальше уже должны быть Задания идти Которые помогут Уже понять То, что дети прочитали Примеры таких заданий Могут быть Много очень Они все разнообразные И Чтобы детям было интересно Их можно менять А чтобы они Привыкали Можно, конечно И делать их Похожими Да И Особо разнообразие Не вкладывать Все зависит от того Какие ребята В вашем классе Тревожные, нетревожные Любят они что-то новое Надо их заинтересовать Скучно, не скучно И так далее Но вариантов бывает много Я же скажу про классические варианты Это, например, вернуться После прочтения К иллюстрации Можно подписать героев На картинке Предложить им такие карточки Где выноски есть И Предложить подписать Кто там на картинке Соединить Картинку Слово С героем Или Продолжить Слово Рассказывая О действиях героев На картинке Предложить начатое высказывание Это вот как простой вариант Работы с иллюстрациями Дальше, что я предлагаю На мой вариант Это я из своей практики Взяла тоже И мне показалось Что это очень хорошее Сопровождение текста Чтобы дети лучше его понимали Это во время Чтения текста в классе Например, можно Не боясь своих художественных талантов Смело рисовать с детьми Действия героев Происходящие события На доске Прямо в классе И пусть это будет схематично На мой взгляд Как мне кажется Дети это даже лучше воспринимают Иногда это повышает Их настроение И даже такие символы Как плюсики, минусики Согласилась, не согласилась Помогла, не помогла Папе и так далее Они очень сильно помогают Пониманию действий Тех героев Которые встречаются В этом тексте Вот И таким образом Даже можно нарисовать Диалог Подписать все Нарисовать Вот эти вот Видите там С правой стороны Колосья Потому что Дети не знают Что это такое А в тексте было понятие Усатые колосья Как определить устно Дать понять детям Что это такое Никак Нарисуйте колосья Нарисуйте им усики И скажите Что вот они такие бывают Похожи на усики Подпишите Так тоже будет Некое полезное Подкрепление Для детей Таким образом Мы Что видим В наших учебниках Что у нас есть Текст И вопросы Конечно же Мы без вопросов Тоже не можем Но не всегда Вопросы в учебнике Подходят для работы С нашими ребятами На мой взгляд Вопросы должны Относиться К каждому Предложению Практически Которое было В тексте Чтобы понимать Доступен ли ребенку Текст или нет Если это ребенок Более старшего возраста То можно Вопросы уже Придумывать К отрывкам Отдельным Из этого текста Но Вопросы нужны И вопросы нужны Другие Придуманные Специалистами Они тоже Могут быть Совсем разными Предлагать Учитывая Особенности Развития Устной речи Не всегда Получается Устно Провести урок Литературного чтения Поэтому Чтобы он Прошел более Продуктивно Мы используем Все-таки Иногда И письменную речь И Даже В виде домашнего задания Так будет Намного проще Родителям И детям Предложить Ответить на вопрос Написав ответ В выделенной строке Чтобы было Более интересно Вы можете Делать маркировки Для отдельных вопросов Разными цветами Предлагается И найти ответы В тексте И подчеркивать Их теми же цветами Некий вариант Это может быть Ну Просто Без маркировки Цветной Найти И подчеркнуть ответ Или же Написать ответ И еще найти Картинку И поговорить О ней Это может быть Такой интересный Вариант Как Уже Данные ответы И вопросы И просто Надо соединить их Правильно Подобрав Нужную картинку Ну Это вот Для ребят Может быть Помладше Есть Для детей Постарше Такие варианты Когда В виде тестов Можно Предлагается Ребятам Выбрать Вариант ответа Из нескольких Это очень хорошая Подготовка Детей К среднему Звену Где такие Часто будут Работы Встречаться Можно Предлагать Ответы И пусть Ребенок Их Обведет Выбрав Верный Ответ Это тоже Хорошо Или Например Дав Черно-белую Картинку Дорисовать Ее Нарисовать Звери Которые Там были Или Раскрасить Теми цветами Которые Соответственно Содержание Осень Значит Деревья Оранжевые Лето Значит Зеленые И так далее Можно Обучая Детей Правильно Построению Фразы Можно Давать Начало Фразы Чтобы Они Продолжили Ее Конец Таким Образом Ответили На вопрос Также В виде Теста Это уже У нас На понимание Прочитанного Когда Дается Предложение И ребенок Выбирает Просто Его Окончание Из двух Слов Предложенных Здесь Я вам Решила Предложить Показать Некий Вариант Адаптации Адаптации Уже Первого Первых Текстов Для детей Первого Класса Первого Года обучения По программе 8.2 Поскольку Я сейчас Веду Этих Ребят И мы Учимся Читать По Букварю И Уже Сейчас Мы Встречаем Некие Первые Тексты И Конечно Ж Готовя Их К тому Что их Ждет Старше Более Старших Классах Во втором Третьем И четвертом Мы Уже Сейчас Начинаем Привычную Работу С Литературными Произведениями И Поэтому Также На этих Маленьких Текстах Можно Также Подходить Используя Различную Детям Помощь Во-первых Лист Я вам Тут Вы видите Разделила На Пунктирными Линиями Это говорит о том Что уже Этот как бы Лист В учебнике Не очень Подходит Для восприятия Детьми Поэтому Им может быть Сложен Из-за Большого Количества Информации На этом В учебнике Поэтому Можно Это Распечатать И Пунктирным Линиям Или разрезать Сделав Под отдельными Карточками И так Тем более Они Видели Маленький Объем Будут Легче Прочитывать Быстрее Легче К этому Относиться Или Можно Просто Сгибать Лист И Постепенно Переходить К следующему Упражнению Прочитав Данный Маленький Рассказик Можно Опять же Поработать С картинкой И до Прочтения И после Прочтения Подписать Героев Показать Что девочка Что-то Говорит Потому что Вот эта Фраза Тире И Целая Фраза В первом Классе Достаточно Тяжело Понять Кто это Что это Что это За слова Почему Такие Знаки Препинания Поэтому Надо Учить И делать Выноски В виде Диалога В виде Комиксов На первых Рабочих Листах Карточка Которая Дается К этому Прозведению Больше Конечно Относится Для Родителей Потому что Детям Еще тяжело В первом Классе Первого года Обучения Читать На рабочем Листе Очень Хорошим Заданием Является Перед тем Как ответить На все Вопросы Предложить Ребенку Найти Некие Слова В этом Тексте Пожалуйста Найди Там Петя Найди Слово Сад И Почеркни Найди Слово Около Во-первых Это Помогает Для техники Чтения Глобально Воспринимать Слова И Дальнейшим Поможет Пониманию Тех Вопросов Которые Будут Предложены Пониманием Прочитанного Вот Дальше Еще один Вариант Понимания Прочитанного И помощи Детям Это Дети уже Четвертого Класса Работая Над рассказом На горке Мы предлагали Такое Задание Когда надо Было Вставить Пропущенные Слова По Рассказу И Тем Самым Мы понимали Насколько Данный Текст Понят Детьми Если не Понят Можно вернуться Еще раз Повторить Вот И дети Уже Опираясь Или на учебник Или самостоятельно Вписывали слова И У них Получался Некий Свой Пересказ Ну И Я Конечно Здесь уже Последние У нас Слайды Такие Более Практические И в виде Советов Для вас Очень хорошим Заданием Для детей Является Создание Кроссвордов Потому что Есть платформы В интернете Где-то Делать Очень быстро Онлайн Наша Задача Просто Выделить Слова Те, которые Необходимы Детям Для понимания Закрепления И повторения Вот И тем самым Что мы хотим Сказать Что такие Такой подход К адаптации Учебного материала По литературному чтению Он очень полезен Тем, что Во-первых Дети привыкают К данной структуре занятий Они уже Не переживают Они Конечно же Используют Устную речь Это устный предмет Но тем не менее Не все доступно В таком формате Обучения Поэтому легче Всем И продуктивнее Всем будет что-то делать Практически Да На листах Письменно Раскрашивая Обводя Подчеркивая И вот что-то Когда вы пишете Ответы Поэтому это Очень продуктивная Форма работы И она Помогает Очень родителям Потому что Они продуктивнее Проделывают Домашние задания С ребятами Дома И Никто не остается Пропущенным Забытым Неуслышанным Все ребята Выполняют задания И получают Результат Какую-то оценку И чаще всего Положительную К четвертому классу Было подходить Не просто Поэтому все начиналось С маленьких азов И первые Какие-то пособия Вот Наверное Я их тоже Скоро буду брать Это Собия Которые вы можете Найти в интернете Данные Три тетради Уже многие Родители Наверное знают И учителя тоже Кто-то использует Я слышала Это Пособия Я читаю Которое Сделано Мною В начале Моей практической Деятельности Потому что Мне было сложно Понять Как все-таки Подходить к детям И я начала Вот это делать Под моей девичьей Фамилией И постепенно До третьей тетради Эти рассказы Увеличивались И задания Усложнялись И для того Чтобы научить детей Пересказыванию Моя коллега Ольга Викторовна Придумала свое Пособие По Именно этому Навыку Тоже можете найти На этом же сайте По ссылке Которую вы видите И попытаться На простых примерах Научить детей Пересказывать Некие рассказы Потому что Перед тем Как предсказать Несомненно Там есть задания Для того Чтобы ребенок Понял Эти рассказы Уважаемые слушатели Мы надеемся Что Достаточно Быстро В коротком Временном промежутке Мы успели Вам рассказать О нашем практическом Опыте И вам было Интересно И полезно Если есть вопросы Мы готовы Будем на них ответить Коллеги Огромное количество Благодарности В чате Я сейчас его Просматриваю И большое спасибо За ссылки Все просят Кидать все Что только есть Как всегда Действительно Ольга Викторовна И Людмила Андреевна Они обладают Таким огромным Практическим опытом И таким багажом знаний Что эти пособия Пользуются всегда Большой популярностью Поэтому заходите На страницы Федерального ресурсного центра Там модераторы Кидали Пособия Ссылку на страничку Методических пособий Да Где вы увидите Пособия адаптации Учебных материалов Как раз при участии Наших спикеров И те тетради Которые сейчас упомянула Людмила Андреевна Эти тетради Публиковались на странице Журнала «Аутизм и нарушение развития» Тоже ссылочки сейчас Продублируем Читайте Очень много полезных находок Педагогам нашим Всегда есть чем поделиться Это кладезь информации Им всегда не хватает Время Но я думаю Что Те минуты Которые мы перебрали Будут для вас полезны С практической точки зрения Да Это все В нашу копилку Сегодняшнюю информационную доступность Да Как мы Адаптируем уже Учебные материалы Для того Чтобы дети понимали Действительно Задания Для того Чтобы они их выполняли Для того Чтобы они успешно Продвигались По школьной программе Которая у нас Всегда есть Никуда она Не девается И прежде чем Они станут взрослыми И самостоятельными По возможности Они учатся в школе Да И преодолевают Какие-то барьеры В обучении И все Что мы используем В рамках информационной доступности Какие-то принципы Какие-то приемы Вот о которых Сегодня поделились наши технологии Они безусловно Помогают Да Коллеги Всегда Рада видеть вас На всех мероприятиях В РС Я думаю Что Много Будет Благодарности Сейчас в чате Еще и после того Как вы закончите Поэтому Если есть Какие-то еще интересные ссылки Которые вы забыли Упомянуть или сказать Кидайте мне их в WhatsApp Я перекину в чат Все будут счастливы И Большое вам спасибо А мы продолжаем Спасибо 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 всем Кто еще с нами Мы понимаем Что восьмичасовой Семинар Еще и с техническими Накладками Выдержать сложно Мы выражаем Большую благодарность Всем тем Пятистам человек Которые все еще с нами Вы действительно Очень терпели Ливые и мотивированные Слушатели Для нас это очень-очень важно Мы представили Вот мы заканчивали Блог представления Практик Который у нас Сейчас был И еще раз Мы сейчас поговорим С последними нашими Спикерами С представителями Городского Который у нас Которые и мотивированные